Поэтому здесь так, я понял такую вещь тоже по жизни христианской, что не надо быть судьей ни живым и ни мертвым. У нас один судья над всеми нами, праведный судья, который любящий, который отец нам, и который действительно хочет, чтобы все ее спаслись. Спасибо ему за все. И на соборе втором, католическом, втором вселенском соборе символ веры был дописан. Вот эти фразы о Духе Святом и в Духе Святаго, Господа истинного животворящего, от Отца и Сына, западный вариант, исходящего и прочее. Это было провозначено как раз на втором соборе. То есть, как бы, это из положительных моментов этих соборов. Вот, но опять-таки, на втором соборе император не был одним спикером, нет. Там были выступающие епископы, то есть, епископы принимали решение, но крайним судьей и последнее слово оставалось, император оставил за собой. Кстати, в своде законов императорских того времени, официальных, в Византии, Рима, тогдашнего, Нового Рима, было обозначено, с тех пор было обозначено, главой церкви является его императорское величество. Это официально было обозначено, в своде законов. То же самое было при Петре Первом, в России уже, когда империя российская была провозглашена, значит, то император, уже Петр Алексеевич, то же самое провозглашил. И это было записано официально в своде законов Российской империи. 14-й том, официальное издание свода законов Российской империи, я работал с этим сводом просто в библиотеке Ленина в свое время, в начале 90-х, работал, штудировал, особенно 14-й том, потому что он как раз говорит о взаимоотношениях церкви и государства, межрелигиозных взаимоотношений. Очень интересные там были статьи для меня, вот я был, ну как в Украине, у захвата просто вообще, там такие вещи есть вообще, потрясающие, но это отдельная тема. Но в своде законов Российской империи там было написано, глава церкви, главой церкви является, и дальше курсив шел свода законов, его императорское величество. Ух ты! Официально документ был. А как же Божий сын получается? Сместил. А, ну, а, кстати, по поводу Божьего сына, это вот, хотите стойте, хотите падайте, ну вы сидите, это вам проще. Снова Константину надо вернуться. Ни много ни мало у него был мессианский синдром. Я думаю, что его история, она, ну, вдохновит еще ни одного психиатра защитить диссертацию. Нет, дело в том, что, вот реально, в новой столице своей, в Константинополе, он распорядился построить мега-храм. Ну, по тем временам был большой храм, действительно, заложен. Вот, и это, конечно, не София, дальнейшее, там, 5-го столетия. Вот, но все-таки большой храм. Так вот, в центре храма он распорядился сделать усыпальницу для себя. Что он, когда он умрет, он будет в этой усыпальнице. Дальше, ваше внимание обращаю. Вокруг он приказал сделать 12 усыпальниц, поменьше. Свою в золоте, всем в камнях, эти чуть поскромнее и поменьше. 12 усыпальниц. Кто в них должен лежать? Он распорядился по всей империи, были высланы товарищи компетентные, разыскать могилы всех апостолов 12, свести их, прах туда и похоронить вокруг себя. Ничего себе! Это, скажу так, немного... Кстати, по его подсказке, с его подачи, Евсевий Кесарийский об этом пишет, на первом соборе одно из заседаний закончилось, знаете как? Пели гимн, ну, были, тексты были розданы, я не знаю, кто-то пел. Может, кто-то пел с крести пальцы или с фигой в кармане, я не знаю. Я там не был, как говорится, но за что купил, за то продал. Вот, пели гимн в честь Константина, как Христа. Ну, помазанника, но там это, скажем, мессианский синдром точно называется. И, ни много ни мало, он как бы себя сравнивал. В то время это было популярно, кстати. Не он один этим болел, но на таком уровне он один болел. Дело в том, что в то время, ну, чуть раньше Константина, был такой, как его звали-то, философ. Он себя христианином называл, но его христианство такое. Даже рядом не лежало с христианством-то. Забыл уже. Тоже, вот такие же бредовые идеи, что он считал, что Иисус – это одно из многих воплощений вечного логоса. И, как бы, значит, что были и до Иисуса воплощения логоса. В лице Аристотеля, он считал, Пифагора, тоже воплощения вечного логоса. Числовая магия Пифагора, он был восхищен. Как же звали этого? Мудреца. Он был в то время очень-очень популярен. Сейчас о нем только на уроках вспоминают. Значит, ну ладно. И он ни много ни мало себя объявил очередным воплощением вечного логоса. И тоже назывались они христиане, но это была одна из школ гностицизма. Их называют, по сути, гностиками. Но в отличие от других гностиков, они себя называли христианами тоже. Поэтому в то время тоже очень разные были товарищи, конечно. Очень разные были. Не думайте, что только сейчас. Чудаков полно. В то время тоже было. А Патеринские, они не унаследовали ли сейчас саму статусы? Сами идеи, понимаете ли, да. Вот с того времени закладывался фунт... Он чуть позже возник. Идея папизма самого, или папуцессоризма, или папизма, она возникла попозже. При Григории Великом уже. Попозже. Но здесь закладывался фундамент этого. Здесь как бы была подача. А затем, когда уже прошло еще столетие, еще столетие, и западная церковь была как бы сама по себе большей частью, вот в этот момент как раз папизм и возник уже. То есть, по сути, это можно сказать, продолжение вот той самой идеи. Дух антихриста. Антихрист, это не значит против Христа. Хотя есть и такое объяснение тоже. Это и так правильно сказать, тоже против Христа. Но по тексту греческому, в большей степени, имеется в виду вместо Христа. Замещающий Христа, наместный Христа, вместо Христа. Собой закрывает Христа. Это дух антихриста. И антихристов много. И во времена Павлова было, и сейчас, в сегодняшнем дне. Дух антихриста. То, что заместо Христа, замещает Христа. Даже у проповедников, одно из искушений проповедников христианских, любых конфессий, заместить Христа. Это очень опасное искушение. Это дух антихриста, искушающий, особенно служителей. Поэтому задача, гениальность вся проповедника в том, чтобы именно на Христа привести ко Христу, привести к Иисусу, собой не заслонить Христа. Чарльз Перджин об этом очень много говорит. Очень хорошее поучение у него на эту тему, очень хорошее. Ну, я читал его письма эти, потрясающие беседы, как раз именно об этом. Так, и, дамы и господа, после 381 года, если на этих соборах были какие-то плюсы в восточных соборах, то у последующих соборов плюсов почти и не было. Фактически. Очень мало было положительного. В основном моменты отрицательные. И почему об этом надо говорить, друзья? Изучая историю Восточной Церкви. Потому что, как говорится, Восток дело тонкое. Знаете, обращали ли вы внимание, почему в странах, где православие является культурообразующим, коррупция является не чем-то инородным, а своим, но как бы природным. Почему? Может быть, обращали внимание, может быть, не обращали внимания, но это заложено в самой культуре, это заложено в самом подсознании, будем так говорить. И поэтому даже реформация в обществе во многом, скажу так, зависит от духовных вот этих процессов реформации. Во многом очень зависит. Потому что, допустим, само мышление, которое веками оттачивалось вот таким образом, что, допустим, написано в Божьем слове одно, да, и мы это почитаем, мы это присягаем даже на этом. Но на практике, допустим, у большинства семинаристов, которые закончили православные семинарии, традиционные, отсутствует вообще понимание, что Библия какое-то отношение имеет ко мне сейчас, к моей вере, к практической жизни современной, сейчасшей. Как правило, отсутствует. У редких очень семинаристов, я не про всех говорю, но про то, что я знаю, по крайней мере. Вот та же самая Москва и Ленинград, которые я очень хорошо знал, и тех, кто заканчивал тогда семинарию, и тех, кто потом заканчивал семинарию, уже в начале 90-х даже. Вот я уже в 91-м году, будучи священником, приезжал в семинарию, как раз тоже сдавал экзамены, один из экзаменов сейчас, и тоже, ну, общался, будем так говорить. Так вот, с семинаристами, которые тогда же тоже, в 91-м году, получается, завершали семинарию и обучение, и у людей фактически отсутствует на практике предание, переданное, да, и устное какое-то послание, допустим, больше вес имеет, чем то, что Бог сказал, то, что в Писании говорится. Поэтому даже в странах, где православие является культурообразующим, да, даже могут быть идеальные законы, хорошие законы, но, и даже на них могут молиться, на эти законы, и их провозглашать. Но на практике, на уровне подсознания работает другое, не законопослушание, не послушание тому слову, да, а предание, устное какое-то переданное, какое-то постановление, просто звонок на практике какого-то чиновника больше решает, чем, ну, даже там, каких-то... Это срабатывает порой на уровне подсознания. Человек не понимает порой, почему он принимает такое решение. Есть такой принцип, да, как я верю, так я и мыслю, да, как мыслю, так я и поступаю. Вот, и есть невидимая духовная составляющая. Вот сейчас, допустим, Украина в предвыборных таких вот этих дебатах, гонках там и прочее. Вот сейчас хоть самого золотого идеального поставь. Сама система, она не то, чтобы плохая, и не то, чтобы законы плохие, все как бы есть. Дело в том, что сама составляющая иная. Сейчас, допустим, Путина убери, поставь другого, даже какого-то золотого человека, идеального человека. Сама система, она подточена уже совсем под другое, понимаете ли? Есть спрос в обществе на тиранию, на негодяев, на вот казнокрадов, на... Это как бы по умолчанию в подсознании человека. И поэтому очень важнейшим являются сейчас даже не политические дебаты какие-то, да, партийные, а именно молитва, покаяние, освящение, очищение, освобождение от многих этих вещей неправильных. Вот. И реформация – это не просто пересмотр того, что было, а действительно это покаяние, это восстановление того, что изначально было дано Богом самим. Это в обращении к корням. Да, друзья, конечно, допустим, проще многим тем странам, которые сызного, допустим, формировались как христианские, вот той же самой Южной Кореи, допустим, да, значит, с Библией в руках, когда пришло христианство туда, и с менталитетом именно послушания тому, что сказано в слове, не преданию больше. Вот. Поэтому корейцам Южным больше в этом плане повезло, конечно. Вот. Или, допустим, Америка, США, да, гонимые верующие, гонимые христиане, которые, ну, на своей исторической родине, там, в Голландии, в Англии, да, значит, в других странах, в Германии, не могли свободно мыслить, верить, иметь возможность реализовать себя религиозно, да, были гонимы за веру, и не от хорошей жизни Мэйфлауэр отправился туда. Знаете ли, не от хорошей жизни люди, собрав свои детей, жены, значит, там, отплыли туда, за океан, на свой страх и риск, на кораблях, не то что в современных, о видавших виды, которые брались за небольшую плату перебрасывать туда людей. Знаете, нет хорошей жизни. Многие умирали по дороге, многие умирали там, в первую же зиму не переживали, потому что люди просто избегали, ну, гонений, бежали от гонений. И уже на своей новой родине уже писалась уже новая история. И Джордж Вашингтон говорил очень интересную вещь, что невозможно справедливо общество управлять без Бога и Библии. Вот эти два основных таких фундамента. Значит, и отцы-основатели уже новой нации, и нации под властью Бога, как вот идея возникла, поначалу это были колонии Новой Англии. Поначалу это история уже западной церкви, да? Но, надо тоже ее знать, понимать. Восток этого не знал, к сожалению, такого момента большого пробуждения. Но были свои моменты, толчки пробуждения. Так вот, на своей новой родине, вначале это были, они себя ощущали колонистами, только лишь колонии Новой Англии. Но затем, через столетия, целую серию пробуждений таких духовных, в частности, Баптистское большое пробуждение, возникла идея, что мы не просто колонисты на новой земле, на своей новой родине. Не просто мы осваиваем новые территории. Мы новый народ, из разных народов, но мы новый народ под властью Бога. И вот эта идея, она, к моменту революции американской, она настолько вот была популярна во всех этих штатах, тогда небольших еще и немногочисленных, но эта идея, она дала толчок к образованию нового народа, американского народа, из разных народов, но под властью Бога. И вот фундамент заложен был библейский. Впоследствии, во многом эти столетия, были многие попытки, порой очень радикальные, уйти с этого фундамента, уйти с этой базы. Но история Америки, она очень сильно, США именно, показывает очень четко, что блажен народу, у которого Господь есть Бог. Действительно. И фундамент очень мощно заложен. Это как вот история Израиля в Ветхом Завете. История США в новозаветное время, она во многом показывает как раз правильность Библии и правдивость Божьих постановлений, Божьих замыслов, Божьих законов. И также показывает нам, что в любом народе, возможно, реформа, перемена, когда Библия будет занимать оглавенствующее место, когда Божье Слово занимает такое центральное место. И это очень важный урок, очень важный пример. Ну и другие еще примеры есть еще. В Латинской Америке, но в меньшей степени, в странах Африки почти нет таких примеров. Но тоже есть пару примеров интересных. Пробуждения таких духовных, меняющих территории. Об этом еще Давид Линденстон, путешественник и исследователь, и миссионер, говорил об Африке. Очень интересные слова. Как раз именно христианское пробуждение, духовное пробуждение, и оно изменит облик черного континента, он говорил как раз. Именно то, что нужно для спасения, что черному нужно так же, как и белому. Вот именно вот это под властью Бога, осознание под властью Бога, и его слово Библии, как именно Конституции. Вот он говорил о преобразовании вот этих африканских народов. Очень интересные вещи, кстати, Давид Линденстон. Хорошо, и на Востоке зарождалась гремучая смесь христианства и язычества. Во многом именно на Востоке. История Восточной Церкви, это вот древности, да, это история смешания христианства с язычеством. Именно на Востоке это происходило, не на Западе, друзья, не на Западе, на Востоке. И вот эти первые два собора, они как бы не смешивали еще. Вероучительно в IV веке Церковь оставалась на библейских позициях. И понимаете ли, мало еще было смешания. Ну, почти ничтожное смешание было. Но после уже второго этого собора началось сильно. Сейчас 431 год. Это уже третий собор католический, называется вселенский, да. 431 год. Вот к этому времени, этого собора, уже были колоссальные изменения. И Церковь вероучительно констатировала деформацию. Если вот эти соборы, они дали тенденцию к деформации, то начиная с этого собора началась эпоха именно великой деформации, деградации мирового христианства. И это как бы, ну, исторический факт. Значит, дело в том, что, что было до того, очень важно ответить. Третий собор был в Эфесе, город Эфес. Ну, тот самый издоминитый, помните, да, Эфес, послание эфесянам, апостола Павла. Есть послание эфесянам, короткое, самого Иисуса Христа, да, в откровении Эфесской церкви, ангелов скажи. Вот, и в деяниях мы читаем о таком духовном пробуждении в Эфесе, да, помните? Путешествие миссионерские апостола Павла, это очень хорошая тема, очень потрясающая тема, значит, миссии апостольской. Так вот, но Эфес был известен своим культом присно-девы, Богородицы. Известен был культом Артемиды Эфесской, вечной девственницы, по-станавянски присно-девы и Богородица, родившая божество, значит, и оставшая девственница. Три звезды украшали ее, значит, что она была девой до Рождества, при Рождестве и после Рождества. Вот, значит, и вы удивитесь, но во многом культ, современный культ Богородицы, Марии, как бы, считающейся матерью Иисуса Христа, это религиозный плагиат с того самого культа Эфесской Артемиды и других Богородиц, их очень много, там десятки имен, всех не перечислили, всех не помнишь сейчас. Но историки говорят, что, притом очень разные историки, и протестантские, и католические даже признают это, православные об этом, я не слышал, чтобы кто-то писал об этом серьезно. По-моему, у Михаила Постного есть упоминание, но вскользь упоминание о вот тех культах Богородиц, православные историки как-то обходят страну эту, ну, замалчивая эти факты, потому что, я думаю, чтобы не шокировать, наверное, современного православного читателя и христианина православного, потому что это будет что-то с чем-то. Ну, для меня это было шоком, честно говоря, для меня, для моего христианства это было шоком, узнать многие эти факты, потому что я сам вырос в атеистической семье, атеистической среде, и мое религиозное, вот такое миросозерцание, как бы, да, мой религиозный опыт начинался в русской православной церкви. Кстати, моя мама как-то покойная говорила мне, что, а почему ты не пошел ни в мечеть и ни в санагогу, а... Православие, да? Да. Говорю, мама, ну, во-первых, где мы жили, у нас не было ни в мечеть, ни в санагоге, при всем уважении. И всего, что о религии напоминало нам, был только храм православный. Мой путь был заказан, как бы, в принципе, вот, не было альтернатив. Но если серьезно, то, нет, это, конечно, тоже, безусловно, потому что ничто больше о религии у нас там не напоминало. Вот, и хотя я приходил в отцерковлялся, так вот, самостоятельно, как бы, да, и, ну, и духовный отец был тогда, первый мой священник, у которого я регулярно тогда исповедовался. Ну, это мой опыт религиозный, он начался вскоре после, как раз, получается, Олимпиады 80-го года. Да, мой опыт религиозный еще подростком. Значит, мой опыт начался вообще вначале не с теории у меня было, а с практики. Я об этом делился свидетельством немного, вот, и поделюсь с удовольствием. Вкратце, я пережил смерть, я умер атеистом, не знал о Боге никакой теории абсолютных, даже что он вообще в природе существует, не знал я до самой смерти. Вот, умер я от пневмонии, тяжело заболел, двусторонняя пневмония. Я, в общем-то, стал болеть, как раз, после этой Олимпиады. Отец был бегуном там, все. И после этого я слег, как-то простыл. И одно, ну, говорили, тогда это не было официально, но вирусной пневмонии. Ну, как бы, вот, я болел, болел, каждый год и не раз в год. И потом умер. Оба легких просто-напросто сгорели, отекли и наступила смерть. Вот, мне не было даже 13 лет, около было 13 лет мне. Я 69-го года рождения, сейчас вот год мой, юбилейный, 50-й год. 50-ник теперь я. Да. Вот, значит, и, понимаете, вот, значит, в неполных 13 лет я умер. И оба легких оттекли, наступила смерть. Но, понимаете ли, этот момент был для меня моментом встречи с Богом. То есть я, когда умирал, я понимал, что умираю. Когда я умер, я не понял, что я умер. Потому что я не перестал существовать, как я понимал, вот, последние секунды своей жизни. Я думаю, сейчас вот я перестану существовать, испарюсь, потому что меня выдаврило из моего же тела. Вот, я понимал, что это смерть, было оцепенение, был страх ужасный, даже кричать испугался. Вот, и была такая мысль уже взрослая, что, что сейчас кричи, не кричи, как бы ни врачи, ни мама, никто не может помочь мне. Что это смерть именно. Я понимал, она как такая давилка какая-то, ледяная, каток такой выдавливал меня постепенно из моего тела, начиная с ног и до груди. И, я помню, потом, когда на грудь стало давить, я стал хрипеть, свистеть, и вот, все, мой опыт земной закончился. Вот, жил я недолго, получается, и, как бы, глупо как-то. Я, последние мысли были, это обиды было. Что я жил, что я не жил, как-то все глупо. Мне было обидно, что мои сверстники на ту школу пойдут, а меня не будет. Вот, как лампочка перегорает, его выбрасывают, как бы, и все. То есть, ну, все очень глупо. Природа несправедлива. Вот мои последние мысли были. С этим я умер. Но я, когда умер, я не понял, что я умер. Потому что я не истворился, не растворился, не перестал существовать. Я был, я, плюс еще, я был еще намного лучше, чем то, что было раньше у меня. Вот, и, понимаете ли, я был пред Богом, я понимал, что это Бог. Кто мне это сказал, или я сам догадался как-то, я не знаю. Вот, или кто-то сказал, может быть. Но я был пред Нем, он был очень хороший, очень добрый. Настолько, что это, вот, все, что я знал до того, вот, и мама, и папа, вот, вся вот эта любовь в нашей семье, все, что я знал, просто как ничто, действительно. Моя собака, которая меня смотрела так, что вот она, вот, я понимал, что вот ей скажешь, вот, отдать жизнь за меня, она это сделала, даже не спросит, зачем, почему, что. Вот она вот так вот меня любила очень сильно, обожала постоянно меня. Вот, несколько лет мы жили вместе, по сути, она вот, она меня обожала, облизывала все время. Большая собака, с меня ростом жили. Вот, и я с детства вот запомнил ее глаза, вот, она на меня смотрела так вот. Я понимал, что впоследствии, что ее глазами на меня Бог смотрел тоже. Вот, и, и знаете ли, потому что я видел на небесах там, видел, что Бог смотрит и через собаку даже, и через другого человека. Он, он, знаете, как будто сейчас одна камера снимает, допустим, да, вот, можно съемки сделать с нескольких камер. А представьте, сейчас вот сразу съемка со всех камер, вообще, нашими глазами, другими глазами. И, я, и при том, там все это, понимаете ли, удивительный мир, там, как зазеркалье, похоже на вот Алиса в Стране Чудес, вот, что-то такое мистическое есть, такое, знаете, вот, непонятное. Там, вот, допустим, стакан, который взял, допустим, да, это как будто потерял, и, наоборот, вот, отдал, то есть, как будто бы взял. То есть, вот, все наоборот. Но самое интересное, там понимаешь, что это, как раз, нормальная ситуация, вот, это так и должно быть. И там вот то, что ты подумал, как будто сказал сразу, всем сказал, объявил это. Вот, мысли читаешь, мысли не говорим. Ну, будет телепатия, может быть, ну, там это в большей степени, вот, как интернет, только еще в большей степени. там сразу ты как бы умираешь, сразу апгрейд, и ты все сразу знаешь вообще, абсолютно все знаешь, общее понимание, приятное чувство сохранилось, как импрессия, это вот тебя понимают, и ты понимаешь все, вот, хотя мне было всего лишь там неполно 13 лет, но я все знал, все понимал, вот, и, но самое удивительное, он меня простил, я это видел, как будто бы рука стирала с доски какой-то вот, ну, невидимой такой доски, вот, удаляло все, но одно нельзя было удалить, наверное, оно было внутри, как-то вот, мысль такая, обида, не обида, но что-то такое было, что мысль такая, а как бы я мог бы жить, если бы я знал сразу бы, что Бог есть, и что я так вот опозорюсь, ну, представьте, опозорился, был перед Ним, и даже за секунду до смерти не знал, что он вообще существует в природе вообще, это такое глупое состояние вообще, хоть провалится, а там некуда провалиться, просто перед Ним, вот, значит, Но самое интересное, он это прощает, вот так, что стирается рукой, как будто невидимая, вроде как человеческая, непонятно, рука стирает. Притом так стирает, что такое чувство было, что вот спроси его сейчас, я, наверное, не спрашивал, но у меня такое чувство, что спроси его, а помнишь, было вот так, вот так, вот такое ощущение, что он скажет, о чем это ты вообще, о чем это ты. Вот, ну, одним словом, ладно, это опыт уже такой индивидуальный, личный, но одним словом, он меня вернул, вот, я вернулся в тело, был вдобавок исцелен, умер я от того, чтобы оба легких оттекли, то есть от них ничего не осталось фактически, от легких, но когда я вернулся, ни хрипов, ни свистов, легкие были чистые, я дошел ровно, не болело ничего, не было температуры, я был жив-здоров, я дошел полностью до пяток, как, знаете, колготки какие-то одеваешь, я почувствовал реально стук пятки, все, я вошел в себя полностью, потом смог шевелиться, смог вставать, все, значит, конечно, врачи попытались в воскресенье как-то объяснить родителям не очень убедительно, а новые легкие никак не могли объяснить абсолютно, следы остались, поражения, но легкие были новые, потому что я дышал ровно, ни хрипов, ни свистов, не болел после того вообще, ну, там было, уже будучи священником, приболел, но по своей глупости. Значит, и, знаете ли, Бог дал возможность дышать ровно, и вот сейчас 50 лет я дышу до сих пор, радуюсь и благодарю Бога за все, вот, но самый большой опыт был, это встреча с Ним, я попытался с родителями поговорить, конечно, я, ну, даже то, что я рассказал, попытался, я больше спрашивал даже, спрашивал, не рассказывал, спрашивал, я говорю, вот, мама, говорю, дождался, когда буду с мамой один потом, и я не мог дождаться, прям дождался, когда, я сказал, говорю, мама, вот, ты же, говорю, умрешь? Она, говорит, да, согласилась, да, что он тоже умрет, я говорю, ну, вот, если ты умрешь, говорю, ты, как ты думаешь, ты, ну, я уж не помню, как я спросил, ну, примерно так, что ты исчезнешь или ты будешь все-таки? Она молчала, молчание такое было, знаете, прям аж не по себе, но я дальше сказал, набрался сил, там, с духом дальше сказал, говорю, а если ты, говорю, ты, не перестанешь, говорю, существовать, если ты все-таки будешь, говорю, как ты думаешь, ты там что-то увидишь или кого-то увидишь? Она побледнела вся, она и так испугалась, я такую испуганную маму не видел до того вообще, она и с врачами говорила, врачи напугали еще и последствиями, что, может быть, там, осложнение какое-то там, все-таки смерть, все-таки, шутка ли, с легкими там разобрались, а с мозгом-то, попробуй разберись-то или что-то, ой-ой-ой, знаете, и думали, что галлюцинация, мало ли что там вообще произошло, я уж понял, что лучше молчать. Думаешь, сейчас, как бы, да, а то другие врачи займутся. Вот, и, значит, да, самый опасный психик, молчащие. Вот, я как бы, я стал молчать, одним словом, не выдавать себе. Вот, но все-таки хотелось что-то рассказать, знаете, я, значит, и из-под вольта, тетю что-то там запульну, тетя испугается, маме расскажет потом, думаю, ладно, со взрослыми каши не сваришь. Значит, я, значит, мы сидели вместе за одной партой с одним парнем, я Журавлев, он Гусев. У нас птичья парта такая была, вот, и нас одно время что-то все время вызывали, то Журавлев к доске, то Гусев, короче, мы летали к доске, то и не было. Ну, ладно, и у нас были общие интересы, ну, до смерти, по крайней мере, у нас были общие интересы. Когда я вернулся, у нас не было уже общих интересов вообще. То есть все, что раньше мне было интересно, абсолютно стало неинтересно. И наоборот, то, что раньше было неинтересно, мне стало ужасно интересно вообще. Я даже ему все мои коллекции марок, все ему отдал, он такой, да это что, столько мы копили, вот, Игорь, я вообще, даже, ну, вообще, ничего не колышется у меня даже, вот, мне не хочется этим заниматься, я не буду, я либо выкину, либо вот, забирай, просто все, что есть, ему все поддавал. И многие вещи, я ему стал рассказывать, ну, думаю, взрослый не понимает, но хотя бы он, тем более он читал всякую там литературу, такую фантастику читал там всякую, может, он поймет как бы, а он, Серега, это тебя на Панесяне похитили, говорю, сиди, говорю, вообще, не пожорься, с тобой как же не сваришь, вообще, от греха подальше вообще, а он с твоими глазами, говорю, все, забудьте, все. Вот, и, короче, я стал, значит, замкнутым, вообще, не с кем поговорить даже было, о своем опыте там. Но, и его нету, где он, вот, самое обидное, знаете ли, вот, что хотелось пить, но, понимаешь, что вот где-то здесь, и вот, и как, как с ним беседовать, как с ним разговаривать, у меня был только один опыт, умереть, выйти из тела, поговорить с ним и вернуться. И у меня даже в школе как-то сижу, как-то на уроках, а я вечно приходил и утыкался подушкой, просто ревел, просто мне очень хотелось, хотя бы, думаю, секундочку в глаза посмотри, хотя бы секундочку. Вот, и у меня в школе созрел такой план, такой шальная мысль такая, наестся мороженого, простыть специально, чтобы, значит, заболеть, вот опять, значит, и хотя больно умирать, думаю, и кто его знает, повезет или не повезет, вернуться. Но я был даже готов на такой риск, лишь бы мне хотя бы еще раз, хотя бы, думаю, секундочку в глаза посмотреть, хотя бы еще секундочку заглянуть, вот, и поговорить с ним хотелось очень. И, слава богу, не дошло дела ни до мороженого, ни до такого опыта глупого, да, значит, понимаете ли, уже тем же вечером я опять пришел домой, опять вот уткнулся в подушку, никого не было, как раз уткнулся в подушку и просто ревел. Мне очень хотелось к нему, очень хотелось, потому что, ну, думаю, надо же, какая у меня глупая мысль была, вернуться назад захотел. Ну, вообще, думаю, ну, вообще, я просто проклинал это решение, думаю, ну, вообще, ну, настолько глупое решение, думаю, вообще, здесь просто даже не с кем поговорить об этом, что я знаю сейчас. Вот, это ощущение было такое, как будто вот я проснулся, пободрствовал какое-то время и снова в сон, но не можешь проснуться из этого сна, ужасное состояние. И я уснул, так же наревевшись, уткнувшись в подушку, и я уснул, когда, кстати, проснулся, у меня подушка вся была мокрая, надо же ему столько жидкости есть, столько реветь можно, оказывается, что она мокрая вся. Вот, я столько ревел, я никогда в жизни так не ревел вообще. Вот, и, значит, и, понимаете, и во сне я научился с ним разговаривать, не выходя из тела, оказывается, можно. Я же не знал, что можно так вот молиться, как бы, да, вот разговаривать с ним, не умирая. И это так было показано в форме игры, там мальчики, девочки, и они разговаривали с ним, не видя его, как бы он, как бы, ширма, не ширма, ну, что-то такое вот. И он наблюдал за ними, они ему все пересказывали, думаю, как-то вначале, думаю, глупо, они, он уже и так все это видит, почему они не пересказывают ему? Ну, они так хорошо все это делали в этой игре, я присоединился к их игре, ну, девочки, мальчики чуть помладше меня были, вот, и на пару классов, допустим, примерно так вот, как школьники тоже. Вот, и я присоединился к ним в этой игре и стал тоже, не видя Бога, да, он тоже был за ширмой, они тоже не видели его, но они с ним говорили. И я тоже стал с ним разговаривать, я ему во сне пожаловался на все, что, ну, мне вот так плохо вообще, и вообще на свою шею я вот снова вернулся назад, и, как бы, и мама не понимает, и все, и вот пытался говорить, и с товарищами никто. Короче, все рассказал, мне во сне-то хорошо стало вообще, вдруг после этого, думаю, здорово, что ж я, как бы, раньше, так вот, да, значит, и я проснулся в таком хорошем состоянии, что я с ним поговорил и попробовал наяву, попробовал наяву. Первая моя молитва была такая, значит, ну, правда, я долго не решался, закрылся, думаю, как дурак, думаю, даже те же самые, о чем Гусев говорил, эти контактеры всякие, СНЛО, они то более умно, наверное, выглядят, они хотя бы хоть что-то видят хотя бы, а я вот буду говорить с тем, кого я не вижу, ладно, во сне там, я не один был, там они были еще, девчонки, мальчишки, а здесь я сам, думаю, ну, ладно, я решался, 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 потом решился, и так выдавил из себя, Бог, говорю, прием. Это я, Сережа, что-то такое, Юстус Сентру, я себе представил, родистка Кэт, где-то там, значит, Штирлиц, где-то там в Ставке в логове Третьего Рейха, и он пытается на Родину что-то сообщить, чтобы с Родиной связаться, там, его сердце там, с березками, где-то там, не думая о секунду с высока, А я здесь, среди этих гестаповцев, думаю, вообще, короче, я себе наклутил что-то такое, и давай, Бог, жаловаться И центр ответил, самое интересное, центр Юстусу Понимаете, я не слышал голос, но это была такая вот, ну, знаете, как я сейчас понимаю, это ответ был, такой мир, такая любовь Вот как, думаю, а что я вообще? Че стеснялся? Да, значит, и я в конце завершил связь, так вот, уже, 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 я проснулся рано, с позорамку еще, значит, и как раз в будильнике я уже поговорил с ним, значит, и я сказал, ну, прием, ну, до связи, как бы, все И я уже, уже пришел в школу, уже, уже на крыльях, уже, вообще, благодать вообще, можно, да, и я уже, я уже понимал, что вечером мы снова выйдем на связь, поговорим, значит, да, по душам, все, значит, и так хорошо Я ему все пересказывал, что было на уроках, что было, значит, ну, все, ну, я понимал, что он все это и так видел, но, как во сне, эти девочки, мальчики рассказывали, им было так хорошо, они такие, знаете, как вот, ну, прям светленькие такие все были, эти мальчики, девочки И я когда поговорил, мне тоже так хорошо стало, и вот, и это запомнилось, вот мой опыт такой, ладно, че-то я все прослял, да про себя, ладно Хорошо Перевыв, обед Обед? Да, вы два урока просидели безпереди Да, по что? С матч ногам тогда Да, пошли, перцы Да, ладно Да, вы что? Да